Привет, мой дорогой зритель! В этом выпуске вы узнаете, как мы путешествовали с детьми и друзьями в рамках карантина. Смогли посетить самое лучшее место на земле – поселок Кучугуры. Искупаться в грязевом вулкане, а также полетать над морем на парашюте. Я летаю над Кучугурами! Я летаю над Кучугурами! Ой, как красиво! Такое лицо! Скажите, какая вчера была дорога? Поблема не счастлива. Расскажите по поводу нашей неудачной остановки в ресторане. Можешь рассказать, было нормально. Следующая наша остановка – Ростов-на-Дону. А потом еще раз уехал. Следующая наша остановка – Ростов-на-Дону. Очень быстро подсказано на сегодняшнем дне, потому что мы его потратили на одну поездку из Воронежа в славный город Ростов-на-Дону. Мы преодолели это расстояние приблизительно за 9,5 часов. М4 безумно загружена, куча ремонтов. Нам пришлось съехать после Бугуча на какую-то дополнительную дорогу. Естественно, она была там с неровностями, с не искусственными неровностями. Но зато мы вблизи насладились такими колоссальными видами, как поле. Мы видели гигантские ветряки. Сейчас хотим пойти поесть мясо. Вперед! После ужина возникла мысль прогуляться по набережной. Ростов-на-Дону – крупнейший город на юго-западе России. Административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы. Основан по грамоте императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года. Ростовская набережная – главное место отдыха горожан и гостей Южной столицы России. Дон-Батюшка обрамлен множествами памятников, каменными плитами, цветущими кумбами. Городская набережная названа городом именем одного из знаменитейших русских флотоводцев Федора Ушакова. Одна из самых известных достопримечательностей города. Прогулочные катера и теплоходы практически в любое время суток готовы отвезти отдыхающих в нужное место или просто покатать по дому. Кучу гуры. Народный термин, который встречается в диалектах русского и украинского языков. Преимущественно для обозначения песчаных дюн или песчаных бугров. Используется на территории Украины и России вплоть до полярных районов Сибири, где может обозначать бугры кучения, вызванные мерзлотными процессами в тундре. Там еще вулкан есть. Да, есть три вулкана. Что там в Шавуисе, Манифест, Тиздарный и еще какой-то. И вот этот вот. Ну, мы поедем в Тиздар, в самый популярный, правильно? Мне можно в душ сходить помыться. Переодевалки там будут. Как потом отстирывать одежды? Поселки присыпят. С вулкана? Да не надо астирывать. Мы потом в море пойдем. Сама уйдет? Да, она легко сласла. В ста метрах от кромки Азовского моря, рядом с поселком за родину Темрюкского района, в урочище Синяя Балка, находится сопка Азовская. Этот грязевой вулкан, тоже название Синяя Балка, но у него есть еще одно более известное название – Тиздар, по имени горы, которая расположена приблизительно в километре от Азовской сопки. Гора Тиздар высотой 74 метра над уровнем моря, служит началом Голубицкой гряды. Активная деятельность вулкана Тиздар продолжается с миоценовой эпохи, то есть не менее 10 миллионов лет. Конкретно по этому вулкану первое упоминание о нем датировано 1799 годом, когда выбросы из земли наблюдали казаки-запорожецы, переселенные незадолго до этого на Тамане. Давай, я тебя буду зарпу держать, Тимофей. Дови потихоньку на камеру каменьку, хорошо, все видит быстро, я уже освоилась. Нет, 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 ноги, 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 ноги. Иди, как будто ты идешь. Попающиеся не тонут только потому, что удельный вес грязи достаточно высок и удерживает их на уровне груди взрослого человека. Погружение в грязь не только полезно для организма, но еще и очень забавное мероприятие. Пытаешься плыть, но ощущаешь себя лягушкой в сметане и барахтаешься на одном месте. Утонуть невозможно. В кратере не рекомендуется находиться более 15 минут. Нашу туристическую группу заинтриговала водная прогулка в долину лотосов. К тому же и время для этой поездки оказалось подходящим. В начале августа прекрасные цветы как раз расцветают. На небольшой лодочной станции сели в катер, который минут 15 вез нас по лиману с довольно высокой скоростью. лотосы не растут где попало. Для них важна постоянная температура воды, определенная глубина и плодородный ил на дне. Цветы пытались посадить в Таманском лимане еще в 30-х годах прошлого столетия, но безуспешно. Затем попытки вырастить индийские отусы на Тамане повторили спустя 30 лет в нескольких водоемах. Но цветок прижился только в одном месте в устье рукотворной речки Казачий Ерик, соединяющий Кубань и Ахтанизовский лиман. Канал почти 40 лет рыли казаки-переселенцы, чтобы опреснить соленые воды лимана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь завтракать. Сегодня нас ждет праздничный торт, праздничный аквапарк. Мы приехали в аквапарк. Все говорят, что сегодня будет день очередей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас попробуем на плюшечке съехать вот с этой горочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алис, ты мой чемпион! Олеш, прикольно? Скатилась? А на меня опять девочка добывает. Чего? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там желтая, еще мне понравилась красная и синая с белым. Я желтая. Желтая? Да. Отлично. Анатолий, тебе. А я, кроме зеленой, больше ни с какой не каталась. Да, а мне понравилась больше всего синяя. Синяя лучше всех. Семиминутная готовность. У меня тоже семиминутная готовность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка Всё будет хорошо. Ты разбегаешься, садишься в сумочку, а потом все, лодки, медузы, облака и море. Ты чего? Закрой глаз, тогда есть страшно. Так, ты сейчас полоски теряешь. В парашюте было чуть-чуть весело. Что-то, Ален, вы еще не видели. В ту сторону бывает что-то. Страшно, да? Страшно, когда ты приземляешься. Тебя быстрее бегут, расстегивают быстрее, быстрее. Потому что ветер вот туда можно было вынести обратно. Мы живы? Черт возьми! Приземляться на парашюте очень было страшно. Потому что когда летели, там столько медуз было. Когда летели было не страшно? Нет. Приземляться было страшно. А у меня руки устали, болят. Федор, ты же летел спереди. Как тебе вид? Сзади. Сзади? Тебе вид был спереди? У него там попа. Ты что-нибудь видел? Сейчас точно. Везел? Вперед! Во-первых. Вперед! Теперь сзади амиром, доносом и облакал я его как-то. Интересно! Еще поеду полетите напрашиваете? Нет. Я не знаю. Нет? Тогда я на супу, я на верно полетю. Наверно. Сейчас он подволкался. Все. Чего! Ой! Белые. Что упало? Куда? Дорогой мой зритель, наше приключение подошло к концу. Даже в рамках закрытых границ мы смогли спланировать нашу поездку и прекрасно провести время. В России тоже есть на что посмотреть. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok